Я знаю, что по-разному, они даже рекомендуют смачивать сухую пищу, когда вы едите, если она не очень влажная смачивать небольшое количество воды чуть-чуть, не запивать, чтобы она была влажная И еще напомню, что все, что соприкоснулось с огнем, уже содержит в себе субстанцию огня и способствует лучшему пищеварению И именно как раз по оплёным масле, то есть просто обычное масло ну, сливочное его берут, значит, перетапливают для того, чтобы туда вошла вот эта субстанция теплоты и потом его используют для того, чтобы пищу на нуле лучше перевариваться То есть важно понимать, что некоторые процессы у нас такие, как иммунитет, пищеварение и работа ума связаны с огнем Если мы потихонечку будем этого всего добавлять, то у нас вот это все улучшится Вам слово Да вы сидите, сидите Тут вот конкретный случай, попробуем разобраться, чем вам можно помочь Рассказывайте Ну, во-первых, я, значит, вот сейчас впервые у вас на лекции книжки я ваши как читала еще пару А мы сразу про проблемы Нет, я думаю, что хочу сказать Конечно, то, что вы сейчас рассказывали очень интересно, полезно И я так думаю, я живу в Люберцах Неплохо было бы, вы знаете что, неплохо было бы У нас сейчас народ не образован Поэтому вот такие лекции И, знаете, желательно молодежи Это у меня к вам просто пожелание Если я переговорю там со своими Есть и будет такая возможность И вы пожелаете, мы организуем именно для молодежи У нас сейчас очень много народной дружины И это вот что-то вросление Вы меня понимаете Я понимал Да, ведь мы дети войны Мы не какое-то описание Вот сейчас это Я, например, очень много интересного и полезного Я это понимаю Тем более у меня бабушка И прабабушка будет равниться Значит, что у меня У меня Я отлетала очень много на вертолётах У меня, так сказать, вот эта вибрация всех Наши мужики, кто больше десяти тысяч почти в семьи ходят Здоровые, крепкие Идеальное здоровье Вот сейчас, значит, я перенесла инсульт Вот Ну, через каждый полгода я хожу вот так Все за те же самые Ну, на капельницу, значит Ну, сейчас вот это вот затянулось Все И я чувствую у меня и сил, и слабость И, так сказать, это А я еще активная пожить, не понимаете? И мне бы еще хотелось пожить Да Пожить Ну, а мужу мне семьдесят восемь лет Вот Конечно, у меня была еще тяжелая Это настоящая мужская работа Мужская работа Мужики-то Я среди них подняли Мюказ Мне все в стране Понимаете? Безгланды там ничего Понятно У нас молчат И нам, как говорят, спасибо Говорят Ну, дело не в этом Вот Поэтому Ну, во-первых, я не знаю как Вот, значит То, что вот я сейчас услышала Конечно Хорошо Я вас понял Вот Ну, у меня вот сердечно, так сказать И сон Все Я понял Смотрите В первую очередь Вы рассказывали У вас, правда, не было Значит Есть у вас интернет? Нету Не было? Надо Хорошо Ладно Ладно Да Не хочу Значит Смотрите Первое Целую воду пьете Да Чтобы она прорывала все ваши сосуды Вот это вот То, что там инфаркт Вот это вот Возникает Это тоже будет прекрасно действовать Да? Второе Непосредственно Для сердца Я думаю там и кишечник Наверное плохо работает Кишечник Чтоб работал Чтоб печеночка там Лучше работала Вы, значит, следующее Поступайте Блендер у вас есть? Блендер А что это такое? Бжин Бжин Чтоб печеночка Смотрите Ну тогда подясните Что очень удобно Значит В блендера В блендере Горстрочку Прорушу ich Wschini Как прон glove Расскажи Я бы сказал Изюма Для сердца Можем кураги Буквально Так Чайную ложку Кураги Ту же чайную ложечку Но можно Да? Кисломолочного, даже можно иметь ткани на вас, все это перемололи, и все, чтобы ничего лишнего не делали. То есть вода так вот промывает вот эти сосудики все эти, то есть лучше задвигается человек, да? А вот это вот как питание, которое для сердца, для кишечника, для глаза, для всего организма и сила появится. Так что, да? Да, ну вот так хотя бы хватит, а то когда слишком много... Нет, ну даже на момент я с вчерашнего дня бы хорошо прослушать. Нет, ну раз получилось так и так. Значит, вторую воду берете, вторую воду я рассказал сразу. И все. Вторую вот это вот с блендера делаете утро и вечером, пускай по стаканчику вот это. И этого, и там и воду тоже так же, да? В течение. В там будет течение много, будете пить там, а это вместо завтрака вместо... А-а-а. И все. Этого хватит, чтобы вы почувствуете себя нормально. А-а-а. 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 А-а. 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 Стараюсь рада, не будь она за молодёжь. Я стараюсь, я делаю газету ежемесячную, я там ещё пишу, я снимаю вот эти все передачи, закладываю для бесплатного позыва мне. На сайте Малахова Более тысячи статей по головной жизни читайте. Спасибо, Иван, спасибо, спасибо, у меня папа и права папа, вы знаете, даже и камушки выпускают. Выдут, выйдут, все. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Ничего, повоюли мы ещё. Мы очень общественные женщины. До свидания. То есть вот пока наша героиня руководит, вот возвращаясь, вот когда эти зрители, тут невозможно что-то такое дать, какое-то там глобальное, там ещё. Простое, что может работать. Вот оно, самое простое. Раз, и всё этого будет даже достаточно для того, чтобы человек ещё пожил. До этого мы на чём там остановились, на разного рода паразиток прожили, да? Теперь вот, вот так вот, я уже встал на ней показывать, вот у неё там пятна такие, да? Что это такое за пигментные пятна, это когда начинает работать хуже печень, начинают образовываться, скапливаться вот эти вот пигментные пятна. Это кто-то забыл? Нет. Поэтому я понимаю, неудобностей здесь нет. Нет, я понимаю. Просто, чтобы никто не забыл. Начинают скапливаться жёлчные шлаки. Вот смотрите, если говорить о... Теперь немножечко ещё вернёмся как бы к шлакам. Где они и как они располагаются? Смотрите, жёлчные шлаки, это вот так как раз пигментные пятна, вот такие вот они располагаются на коже, как статческие пятна и так далее, вот зарегают. Это как раз о том, что, ну, накопились они в организме, значит, с ними можно тоже бороться путём вот той же чистки печени, очень хорошо, значит, воздействовать на нашу кожу, на наши эти все эти вещи. Что? Угу. Значит, вот она кружочка. И там найдёте, найдёте полезный зал. Мы как раз немножечко повторим, чтобы вы посмотрели, как это в блендере готовится, в шинице и так далее. Вот. Смотрим на язык. Язык, «аааааааа». В зеркало смотрим, и, как правило, он жёлтый. Это говорит о том, что в организме этих жёлчных шлаков уже достаточно хорошо. Скверый глаз. Желтый. Все. Это тут уже желчные шлаки есть. Шлаки слизистые. Шлаки слизистые скапливаются в носоголодки. Они имеют, значит, если смотреть на язык, язык белый. Такой, значит, чуть ли не только что сметану съели. Это уже когда сильно. Вот. Сметану. Как правило, значит, назва простуды. И вот этот вот язык у нас белый. Это слизистые шлаки. Это говорит о том, что человек переедает вот этот крахмалистый продукт, а всего просто такого. Значит, как только мы просто немножечко меньше начинаем ездить, уже намного лучше. И, наконец-таки, шлаки вот эти вот, как бы сказать, ветреные. Они такие темные, темные, темные. И, ну, будем так говорить, избыток, который говорит о сухости и холоде в организме. И, как правило, они скапливаются в области, будем говорить, прямой кишки. Это сразу же начинаются с запоры. Это же начинается, смотрите, кожа у человека землянистого цвета становится. Вот. Ну, и с этим тоже все это бороться. Все это регулируется легко и просто. Вот, как она говорила, капельницы. Зачем капельницы капают? Для того, чтобы что-то там очистить. И, наконец-таки, если на коже у нас имеются какие-то гноеродные прыщечки и так далее, это говорит о том, что у нас имеется гноеродная инфекция в крови. А если, например, фурунку, это еще, ого-го-го, уже были. И, понимаете, вот, она прошла, вроде, фурунку, а инфекция там осталась, она потихонечку там где-то пристраивается и начинает свою разрушительную деятельность. Поэтому вот эти вот. Вот. Поэтому, чтобы полноценно все включилось, желательно запахов, чтобы не было. Вот тоже Поль Брех молодец. Он, когда голодал, там было семеро суток, он уходил в шалашик, он клизм не делал, он в шалаше, вот с природой, сразу чувствуешь, что как-то совсем по-другому природу. Но вообще, знаете, как хорошо чувствуется, что ты, как бы сказать, вот пронизан вот всей вот этой вот воздухом, солнцем-то, еще чем-то, еще чем-то, как-то ты впаял во все вот это, ты все это там чувствуешь, плотно того, что как-то вот так, всего этого подпитываешься. А как начал есть, пить уже как-то все это сразу, сразу загрубляется. Вот. И... Ну, говорит, дома трое суток, это запросто можно выдерживать, трое семеро. Ну, трое обычно вообще никаких. Все свое делаешь, кто-то там рядом и есть, и ничего страшного. И знаете, что получается? Вот когда голодаешь там трое суток, там больше совершенствуется вот волевой компонент, потому что боли у вас в основном в трое суток вот эти, когда есть, и что-то не находится. А ты только раз. Ну, потом, знаете, отключается она очень быстро, вот, ну, вроде бы, а есть там захотелось, а ты мне все хватит. То есть это все тренируется, оказывается. Сначала это, я говорю, трудно, вот, как нам радугу представить, вот, как раз, у нас и закрыли, никакой радуги нету, да. А потихонечку раз и радуга, и уже совсем у нас все это по-другому пошло. Так точно и в голоде. То есть хорошая вещь регулярно делать, она, значит, экономит нашу нырю, очищает наш организм, вот, и небольшие сроки. Потому что если большие сроки, ну, там, там, всякое может быть, мы уже как-то не привыкли на большие сроки все это делать, это уже, понимаете, мы выпадаем из социума, ни семья тут, ни работы, ни это. А это вот для здоровья. Очень хорошо вообще, вот, когда я прошел вот через все это, я вот старался вам дать самое легкое, эффективное, легкое, эффективное и легко применимое. То есть печень, допустим, ну, да, что там метр чистить его, вот я так тогда знал, да, чистить. А я знаю и другие методы, и это. Просто-напросто, а легкое масло ложечка, месяца два попили, отлично будете чувствовать. Ага, допустим, что-то очистить, взяли тоже ложечку, да, это сама пососали, да, выбросили, выплюнули, да, мы почистим кровь. Потом, значит, что там, с помощью вот этой вот горечи, полы гвоздика, ну, полы гвоздика даже. Отлично, мы так раз, вот, месячишку ее, так как попили, совсем по-другому почувствуйте. И даже, что как-то здесь подтянется. Про чистотелу еще вы хотите сказать, концентрация чистотела? А, концентрация чистотела. Обычно берется столовая ложка на полтора литра теплой воды. Чистого сока? Какое? Еще раз. Столовая ложка, столовая, одна-две столовые ложки чистотела. Вот сейчас как раз он пойдет, чистотел он растет, вот этот чистотел вы берете, срываете. И просто-то, просто марлечку его сложили, и марлечку так вот выкручиваете, и сок побежал. Желтый такой сок? Да, желтый, желтый. Вот, столовую ложечку только раз. Сока, да. А на 2 литра вообще? Да, на 1,5 литра воды. На 1,5 литра воды. Там можно 1,5-2 литра, вот так вот, потому что... Потому что кружка эсмарха, эсмарха, она в основном 2-х литровая. Ну, правда, бывает и 1,5 литровую. И вот ее делайте, делайте чуть-чуть. Как на глизме, да? Да, как на глизме делать. А я думал, это заодно это пить. Не, не пить не надо. Пить это для другого. Если у вас вот есть висюльки, вот-вот, на шее, под мишками, вот это желательно вот так вот. Пить. Не пить, глизмы сделать. Потому что, вот смотрите еще, в чем разница? В чем разница, допустим, полынь мы можем заварить и выпить. То есть, для того, чтобы погонять паразитов. Мы берем полынь, выпиваем, и она всасывается здесь, и все. А глисты там у нас в тонком кишечке и в толстом кишечке. А тут, почему я говорю, мы их размололи, и вот это, и гвоздичку. И она у нас пошла-пошла, вот это, в виде пыли. Она сюда, там по этим кишкам, по закоулкам, туда-сюда, знаете, за месяц, за два, она там везде осянет. Везде. А как раз там, где они есть. И они повыходят. А какая же пропорция полыни к растика? Полыни, значит, вы берете где-то пол чайной ложечки, можно чайную ложечку, можно, ну, примерно так. От пол чайной ложечки до чайной ложечки порошка, уже готового порошка. То есть травку берете в кофемолку, перемололи, она такая душистая, такой порошок получается. Вы скатываете из хлебного мякиша лепешечку, туда насыпаете, ее за это и проводили. То же самое делаете с этим самым, с гвоздикой. А гвоздика, горчичная ложечка, она очень сильная. Горчичную ложечку, та же раздробили, ее размололи, в какой-то пузырек и пробкой завинтили. Потому что вот эти душистые вещества быстро улетучиваются и шлакно сахарят. Это на стакан воды, да, получается? Мякиш. Мякиш, мякиш, мякиш. Надо будет еще сделать это в видео, да, выложить. Мякиш у вас получается, он примерно, ну, вот такой вот мякиш, да, ну, около, распластали его, да, сюда, в центр, на это, завернули, все. Ну, как горошинка, что вы можете водичкой запить, чтобы проглотить, там, на сути не боится. А это, я говорю, очень хорошее следствие. А чистотелы, пить вовнута нельзя, да? Какие горошинки пройти? День 3-4 недели. Ну, ну, желательно, лучше 3-4 недели, потому что мы там думаем, знаете, это не такой процесс скорый, как хотелось бы. 3-4 недели, потом отдохнули там, допустим, в месячишках, и опять. Кстати, глисты размножаются массово весной, когда снег тает, и осенью, когда вот эта глицука начинается, а потом все заверстывает. То есть это два времени ввода, когда хорошо применять вот эти вот все эти противопаразитарные средства. Противопаразитарные средства. А чистотел вовнутрь нельзя, да, Иван? Чистотел нет, он должен желательно подействовать в толстом кишечнике, где полипы находятся. Полипы у нас в основном там находятся, ну, они, конечно, могут и в желудке там быть, но в основном располагается этот... толстый кишечник, тонкий кишечник. Вот. А если через рот, это другой способ для других вещей поменяется. Вот вы о себе расскажите. Дело в том, что я рассказывал, я говорил, что масло тыквенное очень хорошо, значит, помогает при заболеваниях предстательной железы, особенно при каком-то там бактериальном, ну, это инфекции, да, потому что она просто-напросто сжирает. То есть, я вам хочу сказать, бактерии, грибки, они, знаете, вообще очень умное образование. Они не просто там где-то там живут, они живут там, знаете, где, так вот хочется это сказать, козырное место с питательными веществами. Например, вы все, наверное, слышали такое выражение. Рак дал метастазы в кости, и человеку пришло конец. Что там в костях? Кто мне скажет? Костный мозг. И что? Вот дальше продолжим. Мозда вае. Каброз, вот. Кальция вае. Нет, внутри ва. Вот, оказывается, именно костный мозг занимается кроветворением и вырабатывает стволовые клетки, то есть это комбинат по выработке слунового, которое строит нас организм, да? Им надо важно там не мясо там есть какое-то, а им важно добраться вот туда, где все это делается, где все это образуется, знаете, как бы сказать, вот самое-самое-самое, и оттуда свежачок вот этот вот брать. И как он туда добирается, организм оттуда же обновляется, и все, человек пропал. То есть до этого момента. Вот он это. Так вот, другие микроорганизмы, они в сердце поселяются, да? Лихо. Третье, еще там куда-то залазят, там, в мост, где уютно, сыто, и они защищены, и их там просто там достать. Вот тоже очень любят предстательную железу. У женщин там свои вещи, они там любят вот это самое. Так вот, я сказал, что тыквенное масло вот отлично действует против этого. А вы сказали, литрами пили, и ничего, и не помогло, да? Расскажите. Вот я в аптеке брал, значит, вот 250 грамм продает это тыквенное масло. И каждый день я это, ложку-две натощак пил. Ну, я где-то года два, наверное, или три пил. И в результате, со мной еще не помогло, и со мной сделаю операцию. Теперь давайте немножечко, у нас еще время есть, да? Отмотаем, отмотаем, с чего все началось? С чего все началось? Ну, началось с того, что я сделал УЗИ и обнаружил, что... ОЗИ? Да. Она болела, не болела? Нет, не болела. Ничего не болело. А зачем ты за операцию сделали, если не болела? Ну, потому что это... Если я куда-то шел, очень часто ходил. А, в туалет, да? Да. Хорошо. Теперь смотрите, давайте такой вопрос я буду вам задавать. Простудами раньше болели? Да, очень часто. Вот смотрите, вот я как раз и говорил, видите, один вопрос, и сразу же в яблочко такая, баба. Есть ли человек антибиотиками лечились? Нет. Нет, не лечились, да? Вообще ничего особо не лечились. Нет. Само правильное. Смотрите, что получается. Если человек болел простудными заболеваниями, там, они, наверное, были, да? Нет, просто частые простуды. Частые простуды. А нольные были они или нет? Нет. Нет. Частые простуды. Ну ладно. Значит, если человек болел простудами, особенно, допустим, гладами, там, что-то такое, особенно если он нольная, инфекция, это говорит о том, а почти ничего такого не было. То вот эти вот микробы, они практически по всему организму у нас циркулируют. Циркулируют и оседают там, где, знаете, как вот поплыл этот колумб в Америку. О, никем не знали то место Америка, да я там буду там жить и рассплываться. Точно так же они. Они только по всему организму, жик, значит, начиная с этой простуды разбежались. Если их лечат антибиотиками, что получается? Получается, что антибиотики, естественно, их убивают, но они, вроде хоть маленькие, но не глупые, они начинают прятаться. И прячутся туда, где обмен веществ самый низкий. Они прячутся в соединительную ткань. Соединительная ткань бывает в клапанах сердца, в соединительной ткани вот этих вот сухожилий и так далее. И начинают там развиваться, вот так, значит, делятся, как это, так, тих-тих-тих-тих. В результате соединительная ткань, особенно клапанное сердце, оно… Разрушается? Да, разрушается, вот так становится, они уже плотно не приливают, возникают личные недостаточности. Точно так же у нас начинают болеть суставы, то, что болит и это, все это там, и такое. Вот как это, чем опасно лечение антибиотиками? Я уже не говорю о том, что микрофлора страдает от кишечника, потом ее там восстанавливать или что-то такое делать. Ну, а что здесь делать? Антибиотиками, значит, вы используете естественные антибиотики. Кстати, я вам говорил, вот, а где естественные антибиотики? Если мы берем с вами мир растений, ну, животных мы не будем даже брать, мы возьмем мир растений, оказывается, в почве вообще-то обитает огромное количество всевозможных бактерий, грибков, которые норовят любое растение, любое растение просто-напросто быстренько съесть. И растение защищается от него, первый участок защиты – это кора. Кора сухая и кора горькая в основном. Именно кору люди используют для того, чтобы вот погонять. И, кстати, первый антибиотик, который был, ну, не синтезирован, а произведен из коры ивы. И он так и называется по-латыни, вот, вот, как этот антиаспирин, а как-то там или как-то, и как раз и кора, вернее, ива называется так же, там, саликс или как-то там, я уже не помню. И поэтому ивовые деревья, это в первую очередь ива, вы говорили, осина, все это использовалось как жаропонижающее противомикробное средство. И при этом, при этом, при этом, значит, не вызывает никакого привыкания у этих самых, у бактерий и грибков. Видите сейчас, к чему ж по телевизору прошла такая информация, что прилетела американка из Индии, и она там подхватила такую инфекцию, против которой оказалась бессильная, или там, бактерию, как там из-за этого, бессильные 20, там, 6 или 8 антибиотиков известны на сегодняшний день. То есть они вырастили. Что вообще происходит? Это, я вам стараюсь не рассказывать какие-то там свои байки, а то, что уже известно, там меняет. Значит, происходит следующее. Тогда лечится антибиотиками. Значит, часть бактерий умирает, часть бактерий приспосабливается. Почему они делают более мощный антибиотик? Значит, он уже на это действует. Час умирает, часть приспосабливается. И, короче, в течение вот этого времени, когда изобрели антибиотики, они уже настолько это приспособили таким лечением, что их уже ничего и не берет. Надо что-то там такое было. А зато, вот смотрите, если вы читали про антибиотики, вы, конечно, можете там многое знать. А именно, что один антибиотик берет 2-3 бактерии. Остальные не берет, а их там сколько? А зато чеснок, он берет 360 с лишним бактерий и не вызывает никакого привыкания. Смотрите. Чесночок, лучок, едим, но пахнет. Если пахнет, не хотим, то убит. Так как приятно пахнет, но действие такое же оказывается. Видите, как я считаю. Чеснок надо я не носить. Чего? Чеснок ешь, потом надо петрушку. Ну, можно петрушку, можно это. То есть, с этими микробами и грибками. И еще страшно то, что у нас и грибки, и микробы, они вместе живут. Это называется симбиотная микрофлора. Как только грибки подавили, значит, у нас микробы пошли. Они в те места, где раньше населялись, допустим, грибки, теперь начинают микробы захватывать. Если наоборот, значит, тогда грибки захватывают те места. То есть внутри у нас как организма, как на планете идут бои между грибками и микробами за отвоевание того же места. Вот завтра мы будем с вами диагностику разбирать. Я просто забегаю вперед, хочу сказать. Вот в зависимости от того. У нас, допустим, 500 микробов обитает видом пишечника. Из-за того, что мы едим определенный вид пищи, у нас, значит, размножаются из этих 510. А остальные как бы из 5, но они есть. Да? И в зависимости от того, что мы едим, как мы едим, и вот эти вот микробы при своей жизнедеятельности, значит, они вырабатываются, ну, как определить? Соответствующие газы. Вот от нас, допустим, пахнет как-то, да? Соответствующие выделения. И еще какие-то там такие вещи, о которых можно судить. Ага, правильно ты ешь или неправильно? Если вот съел, да? И знаете, ничего не тяжело, ничего не нормально, да и хорошо. Ну и все, да? Сходил в туалет, ничего не там. А то съел. Сначала, допустим, тут тяжесть стоит. Это говорит о том, что уже не так ты съел. Дальше ты съел, у тебя брожение какое-то. Следующий съел. Вот никто стул смотреть не хочет, да? Стул должен быть оформленный. А он не оформленный. Это уже не нормально. Запах изменился стул. Это уже не нормально. Цвет не тот. Вот, допустим, ага, если долго там, ну, массы задержались, они становятся коричневого цвета. Если вот нормальные там, допустим, они немножечко там, ну, желтоватого такого цвета. То есть это говорит, что у вас и печень хорошо работает. А если только раз, они становятся чуть ли не белые у вас там такие. Это уже не успели переварить, уже все выдержали. Примерно так. Нет. А вот я хотела спросить, вот это вот чистка, там, этот, лимонный кислот, там, сайтового масла. А если в жерудке вот эрозия, если в жерудке, он же вот этот вот лимонный сок, он же вот… Значит… Или имбирь. Значит… Нет. Сайдерём ещё более менее нормальный-то пойдёт. Но вы смотрите. Это уже, так сказать, практический вопрос. Вот вы в данный момент, да, со своими там болячками и так далее. Вот. Как вам действует? Ну, я вам рассказал, и вы задаёте вопрос. А у меня там, допустим, эрозия в этом. Болит там желудок и так далее, да? То есть, для того, чтобы начинать чем-либо заниматься, надо сначала убрать вот это вот. Для того, чтобы убрать эрозию из желудка, а желудок очень быстро у нас вообще восстанавливается, я не буду вам предлагать там поголодать, а следующее скажу. А вы употребляете, знаете, такое обволакивающее средство. Ну, допустим, можете пить корень лопуха, отварчик корня лопуха. Он обладает таким вот, в связи, обволакивающим средством, да. Вы можете пить приятно морковный сок. Яблочный сок за счёт фруктовых кислот ещё больше может разъесть. Лён. Лён. Подсказывает у вас обволакивающий раз. Далее, чтобы у вас там нормально шло пищеварение, отход образуется в желудке. Если мы с вами, смотрите, как мы в основном питаемся. Мы с вами, ну, допустим, съели там борщичка, потом там картошечка с мясом, потом там, допустим, чайок там с какой-нибудь плюшкой и, возможно, шоколадкой заем. Ну, или в другую последовательность, да? В другую последовательность. Вы можете сами сказать, как вы, примерно лет десять назад, вот когда возникло у вас? Десять лет назад я ела больше, чем шоколадка. И разнообразно. А? Как питается. И разнообразно. Да, и разнообразно. Я всегда разнообразно питаюсь. О, разнообразно. И смотрите, что получается у нас. Вот смотрите, здесь сразу же надо брать аналог животных мест. Животные, они не питаются конфетами, мясом, колбасой, чаем и хлебом одновременно. Если не питается рубавля, у них там рыба, так рыба. Если растение, так растение. Только одно. И желудок, желудок, он как раз на это настроен, чтобы полноценно все это усвоить, переварить. Ну, подготовить в дальнейшем. Когда чрезмерно всего много, а надо понимать, что, смотрите, оказывается на каждое пищевое вещество, наш желудок готовится по-разному. На молоко он выбрасывает одни, допустим, пищеварительные ферменты и крепость соляной кислоты. На мясо другие, может такие, но в другой последности. На яйца третий. А если это только мелковая часть. А если добавляется какая-то крахмалистая часть, то она вообще там, может быть, и не переваривается. Она должна проскочить мясненько и переваривается, допустим, в тонком кишечнике. А мы наелись мясного, оно уже не проходит, значит, задержалось здесь. И в результате начинается, может быть, какое-то там брожение, какое-то еще что-то. То есть он остановил свою работу из-за того, что ему столько дали сразу дел, разных дел. Что тут надо вдали, тут надо ногой вдали, тут головой вдали, то еще. Он не может это сразу все сделать. И он стоит там, что-то думает, и в результате вот такое явление только ху, грозы и так далее. То есть это легко и просто убирается, если вы начнете за один прием употреблять только один продукт. Для начала. Кашу. Допустим, грубо говоря, пускай там в следующий раз кисломолочное. Пускай в следующий раз там мясо, в следующий раз там картошку, в следующий раз шоколадку. И все. То есть вы себя не отделите, но это вы все разнесете. И тогда желудок у нас нормальненько работает. И он сам себя восстанавливает. Желудок очень быстро себя восстанавливает. Потому что там слизисто слущивается очень быстро. Крепость кислоты очень большая. И ему надо себя восстанавливать. Только создаем условия нужные, и он восстанавливается. Наш организм самовосстанавливающая система. Лучше всего, конечно, она восстанавливается где-то вот, и я называл это иммунитетом, где-то лет до 20, но тем не менее. И в 70 лет, и в 80 лет у нас достаточно еще энергии и сел для того, чтобы восстановить. Не мешать. А вдруг, если еще мы с вами начнем подбрасывать там, допустим, перемолотого, проросшего зерна. Да, соки пить там, которые способствуют восстанавливанию. Да, обволакивающие средства применять. Он очень быстро себя восстанавливает. И будьте здоровы, как у ученых было. Да, еще нервничать надо меньше. Нервничать надо меньше. Дело в том, что, еще разок хочу сказать. Вот знаете, наш организм, это полые трубки кишечника. Это полые трубки кровеносных сосудов. Это органы. И везде стоят мышечные жены. И как только у нас возникает волнение, у нас буквально, знаете, как бы на этих вот клапанах, как на гармошке начинаем играть. Тут закрылось, тут открылось. И знаете, я вот, ну, книги вы ее не смотрели. Так, завтра я вам газету покажу, я ее взял на клапанах и просто ее вынул. Значит, и получается, знаете что? Вот, допустим, толстый кишечник, он имеет вот такой просвет. Да? Ну, примерно, грубо говоря, по всей длине. Так вот, из-за того, что человек поволновался, он настолько в одних местах сжимается, что вот так вот. Вот этот объем сжат вот так, а этот объем вот так вот разыграл. И получается, тут распухло, там сжалось вот такой вот запор от эмоций. Запоры бывают разные, от эмоций, от слабости там, ну, и еще других причин. Написал книжку, что запор потом разбирал. И при каждом запоре свое, если от эмоций никакой грубой пищи, только мягкая и расслабляет. Если атонический запор, а от слабости, тогда, как мы говорим, тут можно и клетчатку добавлять, и другие, если сваток, все там такое. Спасибо.